Здравствуйте! С вами Оксана Деменчук. И это шестая заключительная часть курса по созданию объемного панно журавли. И мы приступаем к завершающему этапу раскраски журавлей. Итак, чтобы сократить немного видео, чтобы оно не было слишком длинным, я уже подкрасила одного журавлика. Второго мы с вами раскрасим вместе. В принципе, здесь нет ничего сложного. Нужна фантазия и аккуратность. Итак, берем кисточку с черной краской и намечаем, где будет глаз. А также намечаем контур клюва. Берем кисточку и растушевываем краску. У нас получается такой серый клюв. А далее черной черной краской прорисовываем контур клюва. За счет того, что фон клюва серый, а контур черный, это подчеркивает объем журавлика. Он у нас и так объемный, а это еще будет более подчеркивать. Так как шея у журавля местами черная, сначала намечаем контуры, а потом закрашиваем в черный цвет. Наносим краску штришками. Эти штришки будут имитировать перья. Ближе к основанию, там где контур, краска должна быть потемнее. Берем сухую кисточку и делаем растушевку. Далее подчеркиваем контур. Далее подчеркиваем контур. Хвостик у нас тоже черненький, поэтому берем черную красочку и намечаем контур. Черный не только хвост, но и часть крыльев. Поэтому посматривайте на картинку, на фотографию там, где у нас журавлики. И смотрите, намечайте кисточкой, какие перышки должны быть покрашены в черный цвет. Сначала намечаю, а потом будем закрашивать уже. Берем кисточку потолще и наносим. Ей удобнее в этом случае наносить краску. Чтобы был виден рельеф, можно взять ветошь и опять убрать излишки краски. Берем тоненькую кисточку и продолжаем намечать. То же самое проделаем со вторым крылышком. Также берем кисточку, намечаем, где у нас должны быть черные перышки. И так далее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok и проявляется рельеф. Потом берем кисточку тоненькую и начинаем прорисовывать перышки. Добавляем кисточку. Добавляем кисточку. Добавляем кисточку. Добавляем кисточку gaming. сейчас будем делать оттенение проводим такой контур чтобы крылышки у нас не сливались крылышко журавля который ближе к нам не сливался с телом второго журавлика убираем лишнюю краску оттенение такой получилось так выделили выделяем перышки также по контуру проходим объемными были если даже где-то переборщить немножко ничего страшного потом сверху нужно будет покрасить белой красочку нанести и будет неплохой эффект уберем белую красочку и сверху так наносим там даже где переборщили получается такой сглаживающий эффект в то же время тень видите как наше крылышко выделилось проводим белой красочкой поверху рельефа внизу выемках будет серенький такой тон а сверху белый это будет подчеркивать рельеф если не удается с первого раза добиться чтоб там белый оттеночек был то можно дать просто красочке подсохнуть и потом опять же беленькой красочкой поверх ушком пройтись я думаю все получится он крылышко уже которая ближе к нам она уже такой беленькая но опять же еще раз повторяю не нужно добиваться супер-супер чтобы все было прокрашено белое нужно чтобы был рельеф если это будет однотонным потеряется немножко также на лучки солнца добавляем белую красочку чтобы был эффект свечения кое-где у солнышка тому самого основания теперь берем темно-коричневую краску жиденькую такую и наносим на камыши аккуратненько чтобы краска так не растекалась и так же второй камыш так как краска жиденькая она затекает все эти поры рельеф подчеркивает и теперь берем художественную акриловую краску фермы ладога и будем ее наносить на наших журавликов так как у нас фон если вы помните он у нас была нанесена на фон краска перламутровая и здесь серебро даже наitors так же даст эффект перламутра и так сверху чуть-чуть на свету эта краска очень хорошо играет будет очень красивый эффект давать все опять же проходим красочкой по верхушкам рельефа не полностью закрашиваем а вот такими движениями по верхушкам а также немножко добавим красочки и на камыши чтобы они у нас не выделялись так а то они будут матовые а все остальное будет блестеть поэтому слегка добавляем серебро также как и на ножки вычернуем слегка а теперь давайте повернем наше панно чтобы вы увидели наглядно как будет играть краска видите эффект серебра такое у нас панно получилось это была шестая часть курса по созданию панно своими руками надеюсь этот видео курс был полезен для вас подписывайтесь на мой канал ставьте лайки заходите на мой сайт артдемельчук.com пока пока